Безопасность, справедливость и возможности для всех. Королевская речь 2024 года. Что именно сказал король Чарльз? Король выступил с Королевской речью в среду, представив более 35 новых законопроектов. В первый за 14 лет тронной речи при Либорийском правительстве был сделан акцент на обеспечении экономического роста, первой из пяти миссий национального возрождения Кера Стармера. Итак, сегодня для тех, кто действительно интересуется Великобританией и тем, что здесь будет происходить в ближайшее время, я представляю полную речь короля. Мы лорды и члены Палаты общин. Мое правительство будет править на благо страны. Законодательная программа моего правительства будет осуществляться под руководством миссии и основываться на принципах безопасности, справедливости и возможностей для всех. Стабильность будет краеугольным камнем экономической политики моего правительства, и каждое решение будет соответствовать его бюджетным правилам. Оно будет законодательно гарантировать, что все существенные изменения в налогах и расходах подлежат независимой оценке управления бюджетной ответственностью. Будут внесены законопроекты, направленные на укрепление аудита и корпоративного управления, наряду с пенсионными инвестициями. Обеспечение экономического роста станет фундаментальной миссией. Мое правительство будет стремиться к новому партнерству, как с бизнесом, так и с трудящимися, и поможет стране преодолеть недавние проблемы, связанные со стоимостью жизни, уделяя первоочередное внимание созданию благосостояния для всех сообществ. Мои министры создадут совет по промышленной стратегии. Цель моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить повышение уровня жизни во всех странах и регионах Соединенного Королевства. Мои министры будут добиваться того, чтобы Великобритания начала строительство, в том числе посредством реформы планирования, поскольку они стремятся ускорить создание высококачественной инфраструктуры и жилья. Также они будут стремиться к устойчивому росту, поощряя инвестиции в промышленность, навыки и новые технологии. Мое правительство привержено тому, чтобы сделать труд оплачиваемым и примет закон о введении нового соглашения для трудящихся для того, чтобы запретить эксплуататорскую практику и расширить трудовые права. Правительство будет стремиться к созданию соответствующего законодательства, предъявляющего требования к тем, кто работает над разработкой самых мощных моделей искусственного интеллекта. Мое правительство считает, что более широкая передача полномочий, принятие решений, лежит в основе современной динамической экономики и является ключевым фактором экономического роста. И мои министры представляют английский законопроект о деволюции. Будет внесено законодательство, наделяющее мэров и объединенные органы власти. Это поддержит местные планы роста, которые принесут экономическую выгоду сообществам. Будет внесен законопроект, позволяющий местным лидерам взять под контроль свои местные автобусные маршруты. Мои министры представляют законопроекты, которые направлены на улучшение работы железных дорог путем реформирования железнодорожного франчайзинга, создания великих британских железных дорог и передачи железнодорожных операторов в государственную собственность. В совокупности эта политика укрепит позиции Великобритании, как ведущей индустриальной нации и позволит стране воспользоваться новыми возможностями, которые могут способствовать росту и созданию богатства. Мое правительство признает безотлагательность глобальной климатической проблемы и новые возможности трудоустройства, которые могут появиться благодаря лидерству в разработке технологий будущего. Компания стремится к переходу на чистую энергию, которая со временем снизит счета за электроэнергию для потребителей. Будет внесен законопроект о создании Great British Energy – государственной компании по производству экологически чистой энергии со штаб-квартирой в Шотландии, который поможет ускорить инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как офшорная ветроэнергетика. Будет разработано законодательство, которое поможет стране достичь энергетической независимости и разблокировать инвестиции в энергетическую инфраструктуру. Будет внесен законопроект в поддержку устойчивого производства авиационного топлива. Мое правительство признает необходимость улучшения качества воды и будет внесен законопроект об усилении полномочий регулятора водных ресурсов. Мое правительство будет стремиться укреплять границу и делать улицы более безопасными. Будет внесен законопроект о модернизации системы предоставления убежища и иммиграции, создании нового командования пограничной безопасности и расширении контртеррористических полномочий для борьбы с организованной иммиграционной преступностью. Также будет предложен законопроект, который направлен на усиление работы полиции с населением, предоставление полиции более широких полномочий для борьбы с антиобщественным поведением, а также усиление поддержки жертв. Будут приняты меры по повышению безопасности общественных мест и защите британской общественности от терроризма. Мое правительство предоставляет планы по сокращению насилия в отношении женщин и девочек. Мои министры будут стремиться к повышению образовательных стандартов и устранению барьеров на пути к возможностям. Будут приняты меры по возвращению людей на работу после последствий пандемии. Будет внесен законопроект, направленный на повышение стандартов в образовании и содействие благополучию детей. Будут приняты меры по отмене освобождения от налогов на добавленную стоимость для оплаты за обучение в частных школах, что позволит финансировать 6,5 тысяч новых учителей. Мое правительство учредит Skills England, в основе которого будет лежать новое партнерство с работодателями, а мои министры реформируют налог на ученичество. Будет введено законодательство, предоставляющее более широкие права и защиту людям, сдающим свои дома в аренду, включая прекращение выселений без вины и реформирование оснований для владения. Будет опубликован законопроект о реформе лисхолда и общинного владения. Будет внесен законопроект о создании независимого футбольного регулятора для обеспечения большей устойчивости игр и усиления защиты болельщиков. Мое правительство будет совершенствовать национальную службу здравоохранения, как услугу для всех, предоставляя медицинскую помощь на основе потребностей, независимо от платежеспособности. Она будет направлена на сокращение времени ожидания, сосредоточение внимания на профилактике и улучшение охраны психического здоровья молодых людей. Это позволит гарантировать, что психическому здоровью будет уделяться такое же внимание, как и физическому. Мои министры примут закон о модернизации закона о психическом здоровье, чтобы он соответствовал требованиям 21 века. Будет внесен законопроект о постепенном увеличении возраста, с которого люди могут покупать сигареты, а также о введении ограничений на продажу и маркетинг вейпов. Мои министры также примут закон, ограничивающий рекламу нездоровой пищи для детей, а также продажу детям энергетических напитков с высоким содержанием кофеина. Будет внесен законопроект о запрете практики конвертации. Мое правительство предпримет шаги, чтобы помочь восстановить доверие и укрепить уважение. Будет внесен законопроект о введении обязанности быть честными для государственных служащих. Будет внесен законопроект об учреждении уставного комиссара вооруженных сил, который будет действовать в качестве сильного, независимого защитника наших доблестных вооруженных сил, а также их семей. Законопроект о расовом равенстве будет опубликован в виде проекта, для того, чтобы закрепить в законе полное право на равную оплату труда. Мое правительство усилит свою работу с автономными правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы обеспечить наилучшие результаты для граждан по всему Соединенному Королевству. Мои министры создадут новый Совет наций и регионов, чтобы возобновить возможности сотрудничества между премьер-министром, главами автономных правительств и мэрами объединенных органов власти. Мое правительство будет и впредь поддерживать политические институты и автономное правительство в Северной Ирландии. После консультации со всеми сторонами будут предложены меры по началу процесса отмены и замены закона о проблемах Северной Ирландии. Будут приняты меры по модернизации Конституции, включая реформу Палаты Лордов, для того, чтобы отменить право наследственных пэров заседать и голосовать в Палате Лордов. Мои министры будут укреплять честность выборов и также поощрять широкое участие в демократическом процессе. Правительство предложит создать комитет по модернизации Палаты общин, которому будет поручено повысить стандарты, улучшить методы работы и реформировать процедуры. Мое правительство обеспечит сильную оборону, основанную на общих ценностях организации Североатлантического договора свободе, личности, демократии, правах человека и верховенстве закона. Ее приверженность НАТО останется непоколебимой. Она сохранит сильные вооруженные силы, в том числе и ядерное сдерживание. Для обеспечения того, чтобы оборонный потенциал Соединенного Королевства соответствовал меняющемуся характеру глобальных стратегических угроз, мое правительство проведет стратегический оборонный обзор. Мое правительство будет и впредь оказывать полную поддержку Украине и ее народу и будет стремиться играть ведущую роль в обеспечении Украине четкого пути к членству в НАТО. Мое правительство будет стремиться к перезагрузке отношений с европейскими партнерами, а также работать над улучшениями торговых и инвестиционных отношений Соединенного Королевства с Европейским Союзом. Мои министры будут добиваться заключения нового пакта о безопасности для укрепления сотрудничества в борьбе со взаимными угрозами, с которыми сталкивается Соединенное Королевство и Европейский Союз. Мое правительство сыграет свою роль в попытках обеспечить долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке. Оно привержено решению о создании двух государств с безопасным и надежным Израилем наряду с жизнеспособным и суверенным палестинским государством. Позже на этой неделе мое правительство проведет заседание Европейского политического сообщества во дворце Блейнхейм. Мы с Королевой с нетерпением ждем нашего визита в Самуа вместе со встречей глав правительств стран Содружества в октябре, а также нашего визита в Австралию. Члены Палаты общин вам будут предложены сметы на коммунальные услуги. Мы, лорды и члены Палаты общин, перед вами будут предложены и другие меры. Я молюсь о том, чтобы благословение Всемогущего Бога почило на ваших советах. Вот именно такая речь была произнесена королем, в которой он озвучил программу нового правительства. Этот выпуск помогла подготовить цветочная онлайн-студия Serenity Flowers, где вы можете заказать букет для своего любимого человека и его доставят по адресу ровно в срок. Цена букета в Лондоне с доставкой от 100 фунтов. Подпишитесь на их канал для того, чтобы узнать подробности. Ссылка будет в описании ролика. Всего вам доброго!